Всем привет, ребята, меня зовут Богатейщий Ди, добро пожаловать в новое видео. ФРС США и банки сейчас в состоянии паники. Более 500 миллиардов долларов в депозитах выводятся из банков прямо сейчас, и речь идет о четырех крупнейших банках страны. Но они говорят нам, не беспокойтесь, банковский кризис решен, не о чем волноваться. Но это далеко от правды. ФРС США вчера опубликовала протокол заседания от 12 апреля 2023 года, и в этом протоколе они прогнозируют наступление рецессии в ближайшем времени. Правда, они называют это умеренной рецессией. Центральные банки никогда не говорят правду. Так что, когда они говорят, что экономика в отличном состоянии, скорее всего, она слаба. Когда они говорят, что экономика слаба, значит, мы уже в состоянии рецессии. Ну а когда они говорят, что рецессия вот-вот наступит, скорее всего, нас уже ожидает депрессия. Так о чем же беспокоится ФРС и что заставляет банки паниковать? Давай разберемся. Но прежде чем мы начнем, не забудь поставить лайк. Я не мог снимать видео почти две недели по некоторым причинам, поэтому, чтобы вернуться в алгоритмы Ютуба, мне нужна твоя помощь. Для этого нужно набрать максимальное количество лайков. Большое спасибо за твою поддержку. Посмотри на это. ФРС США ожидает, что банковский кризис спровоцирует рецессию в этом году. К чему это приведет? К кредитному кризису. Банки будут очень осторожными в том, кому давать кредиты, потому что депозиты и так утекают, и банки не хотят держать еще больше токсичных долгов на своем балансе. И скоро мы получим отчеты об этих балансах, и все поймем. Сотрудники Федеральной резервной системы представили членам ФОММС презентацию о возможных последствиях банкротства ряда банков и других финансовых потрясений. Это то, что они делают на закрытых встречах, протоколы которых потом публикуют 8 раз в году. Публично же они заявляют, что система крепка и стабильна. Три банка подряд рухнули, а другие выживают только благодаря тому, что им открыли доступ к бесконечной финансовой помощи. Что-то не похожее на крепкую и стабильную систему. Вице-председатель ФРС США Майкл Барр заявляет, что банковский сектор надежен и устойчив. А тем временем штатные экономисты говорят, что экономику ожидает удар. Учитывая их потенциальную оценку экономических последствий недавних событий, прогноз ФРС США включает умеренную рецессию, которая начнется в конце этого года с последующим восстановлением экономики в течение следующих двух лет. Это значит, что экономика уже сейчас находится в состоянии рецессии, но официально об этом не будет заявлено еще около 6-9 месяцев. Экономика также не восстановится полностью в течение следующих двух лет. Этот кризис вызвал некоторые предположения о том, что ФРС может приостановить свою политику повышения ставок, но официальные лица ФРС США подчеркнули, что еще необходимо сделать больше, чтобы обуздать инфляцию. Недавно мы получили новые данные про инфляцию. Мы говорили, что общий CPI драматически упал на 1%, но что насчет базовой инфляции Core CPI? Да, общая инфляция снизилась до 5%, но базовая инфляция Core CPI, то есть без учета еды и энергии, выросла на 0,4% в марте. Сейчас она составляет 5,6%. При прогнозе в 5,6%, но предыдущее значение за февраль составляло 5,5%. Это может заставить ФРС США придерживаться своей текущей политики, ведь их целью до сих пор остаются 2%. Так что ФРС США сейчас обеспокоена, но у нас появились новые данные, которые показывают, что банки тоже находятся в состоянии паники. Причем речь идет не о региональных, а о четырех крупнейших банках в США. Клиенты Банков Америка изъяли 2,3 миллиарда долларов из американских акций. Например, вывод денег из акций компаний, связанных с недвижимостью, стал крупнейшим с июля 2021. Отток капитала продолжается вторую неделю подряд, сообщает стратег Банков Америка Жил Кэрри Хоу. При этом деньги выводят все клиентские группы, розничные, институциональные, а также клиенты хедж-фондов. Но это не только про Банков Америка. Скоро мы увидим отчеты о доходах банков, и там, поверь мне, нас ожидает историческое заявление. И мы уже сейчас видим намеки на это. Топовые американские банки раскроют потерю 521 миллиарда долларов в депозитах. Это самая большая потеря за последние 10 лет. То есть эти оттоки денег даже больше, чем во времена глобального финансового кризиса 2008 года. Так что публично они говорят, что все в порядке, а в итоге вот что. Но им приходится так говорить, и они будут так говорить вплоть до последней минуты. JP Morgan, Сити, Wells Fargo, крупнейшие банки, все они уже на этой неделе публикуют отчеты про доходы, и это то, за чем нам нужно следить. Посмотри на это. На данный момент самая большая проблема банков связана с депозитами, говорит аналитик Wells Fargo Майк Майя. И мы видим это на графиках. Банков Америка падение с 2,1 триллиона долларов до 1,8 триллиона долларов. JP Morgan, JP Morgan с 2,6 триллиона до 2,33 триллиона долларов. И Wells Fargo с 1,5 триллиона до 1,38 триллиона долларов. И это крупнейшие банки США. У региональных банков все еще хуже. Насколько хуже? Давай разберемся. Это очень интересно. Western Alliance Bank Corp пытается скрыть положение вещей, когда опубликовала обновленную финансовую информацию на прошлой неделе, в которой не было данных про состояние депозитов. Они открыли эту информацию чуть позже, и судя по всему, она была обманчива лучше ожиданий, потому что банк получил кредит от ФРС США. Потрясения также повлияли на акции банков. Индекс KBW Bank только в марте упал на 25%. Региональные банки понесли наибольшие потери за этот период. First Republic Bank потерял 89%. И если бы не открытие источника бесконечной финансовой помощи от ФРС США, все это уже рухнуло бы. Сейчас все это находится на искусственном поддержании жизни. Предстоящее раскрытие информации крупными банками за первый квартал 2023-го может усилить опасения по поводу состояния депозитов. И если кредиторы не оправдают ожиданий, это вызовет дополнительные вопросы о состоянии и будущем банковской отрасли. Я не знаю, как ты, но я прямо в нетерпении. Мне очень интересно почитать эти отчеты, чтобы понять, насколько стабильна банковская система, особенно по сравнению с тем, что они говорят публично. Но куда же уходят эти миллиарды долларов? Закономерный вопрос. Потребители и компании выводят капитал фонды денежного рынка, в результате чего общая сумма этих фондов достигла рекордных 5,2 триллиона долларов. Есть еще один способ спасения для этих банков – повышение ставок еще на несколько базисных пунктов, что принесет им рекордные суммы дохода и увеличит процентную маржу. И мы уже это видим – повышение ставок на ипотеку, на кредитные карты и так далее. Но банки при этом совершенно никак не делятся этим со своими клиентами. Вот почему в том числе люди выводят деньги из банков сегодня и вкладывают их в фонды денежных рынков – золото, биткоин и так далее. Вот почему биткоин так вырос. Но в любом случае сейчас нужно быть осторожным. Банковская система живет на искусственном обеспечении. ФРС США ожидает рецессию и пишет об этом черным по белому в своих отчетах. А экономика даже за два года не восстановится полностью. Так что имей это в виду. На этом все. Меня зовут Богатейший Ди. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok